На Ямале возобновился очный режим обучения. В Муравленко студенты колледжа и школьники вернулись за парты. Детские сады, творческие кружки и спортивные секции теперь могут принимать детей и подростков. Возвращение к очным занятиям родители детсадовцев ждали с нетерпением. Как признаются мамы и папы, время, проведенное вместе с ребенком, бесценно. Но домашнее обучение не заменит малышу занятия в группе и живое общение со сверстниками. Очень трудно организовать деток к учебному процессу дома, потому что очень много разных причин. Покушать, попить, посмотреть, поиграть. В садике все-таки это дисциплина, ответственность. Также у нас сдача норм ГТО. Мы дома тренировались, поэтому сейчас мы выйдем и будем все это сдавать. После трехнедельной удаленки на уроки спешат и муравленковские школьники с первого по восьмой классы. Хоть времени прошло не так много, но дети успели соскучиться по веселым разговорам с одноклассниками и работе на уроке с учителем. Надо цены. Ц, неизвестно, запиши. В чем измеряется длина окружности? На сантиметре. Желающих выйти к доске и дать правильный ответ сегодня в разы больше, говорят учителя. Шестиклассники внимательно слушают каждое слово педагога и честно признаются, что привычный формат учебы им нравится больше, чем онлайн-уроки. Онлайн-обучение мне не очень понравилось. Не всегда есть интернет. Ну, то, что можно. Ну, реально пропустить что-то можно. Конечно, материал усваивается лучше, когда учитель объясняет в классе, но заниматься мне нравилось больше онлайн. Все-таки пришла в школу, можно пообщаться, больше времени увидеться со сверстниками. Соскучились по своим ученикам и педагоги. Но нагружать ребят большим объемом материала пока не будут. Учитель математики пятой школы Ольга Лебединская говорит, что в первые несколько дней детям надо дать время на адаптацию. Сейчас вот они вышли, они соскучились друг со другом. Несколько дней, естественно, они будут только общаться. А учитель будет успокаивать, настраивать на режим, чтобы вовремя приходили, вовремя делали домашние задания. Учиться и общаться школьники будут с соблюдением всех эпид-требований. Школы готовы полностью. После термометрии и обработки рук антисептиками на входе ученики расходятся по классам. За каждым закреплен отдельный кабинет. А вот разобщать обучающихся теперь будут по-новому. Если заболел один ученик, переводить весь класс на удаленку не будут. На больничный уйдет только один ребенок. Школа проводит ежедневный мониторинг заболеваемости учащихся. Если в классе заболело более 20% детей, то класс отправляется на семидневное разобщение. В привычный график работы также входят творческие кружки и спортивные секции. О начале занятий в обычном режиме ребятам и их родителям напоминали заранее. Как в родительских чатах, так и в социальных сетях. Дарья Тюменцева, Сергей Лукович, Новости, Муравленко.